Калевала «Может, ты знаешь, где найти мне три заветных слова, чтобы достроить мою лодку?» «Уж, наверное, старый Випонин знает их», — отвечает ему пастух. «В утробе у него найдешь ты сотни песен, тысячи слов. Правда, нелегкая дорога перед тобой лежит, но и не самая трудная. Засыпана она железными иглами, утыкана мечами и секирами. И вот отправился Венемёйнин в путь. Первый день шагал он по колючим железным иглам. Второй день, спотыкаясь, шел по острым булатным мечам. Третий день, шатаясь, брел по наточенным секирам. И, наконец, привела его дорога к старому Випунину. Видно, давно уже спал Випунин. Всем своим могучим телом брос он в землю. На плечах у него качается осина, на висках береза. В бороде раскинула ветви ива, на усах шелестит листьями ольха. На лбу у Випунина поднялись могучие ели. Между зубами шумят столетние сосны. Выхватил Венемёйнин из кожаных ножен железный меч и принялся расчищать вход в утробу великами. Одним ударом срубил осину, другим повалил березу. Снес ели со лба песнопевца, выкорчевал из его бороды иву. Потом, словно тяжелые ворота, раздвинул челюсти великана, заложил между ними железный шест и вошел под своды костлявых скул. Тут проснулся Випунин, приподнял веки, повел глазами. Хочет он закрыть рот и не может. Крепко стоит у него между зубами железная подпорка. Тогда еще шире разъянул рот Випунин и вместе с железным шестом проглотил старого мудрого Венемёйнина. Проглотил и говорит сам себе. «Приходилось мне есть и козу с копытами, и корову с рогами, и кабана с клыками, но такого жесткого кусочка никогда еще не случалось отведать». Зевнул разок, другой и снова задремал. А старый мудрый Венемёйнин сидит у него в утробе и думает, как бы ему разбудить Випунина. Как бы согнать с него вековой сон? Подумал, поразмыслил и принялся устраивать в животе великана кузницу. Из рукавов рубашки сделал мехи, из шубы поддувало. На ковальне ему служит колено. Молотом крепкий кулак, день и ночь работает в своей кузнице Венемёйнин. Такой шум и грохот поднял, что опять проснулся великан. Жжет его изнутри огонь. Сил нет терпеть. «Эй, ты!» – закричал Випунин. «Откуда принесло тебя изверг? Кто послал тебя, мучитель? Выходи, собака, из моего чрева, а не то плохо тебе придется. Все мое войско выйдет против тебя. И колючий можжевельник, и стоглавые сосны, и островерхие ели, сотни мужей с мечами. Тысячи героев с копьями придут, чтобы вышвырнуть тебя, чудовище!» А Венемёйнин словно и не слышит. Бьет себе молотом по наковальне, докачает мехи. Все сильнее разгорается огонь. К самому горлу могучего старца поднимается жар от раскаленного железа. Прямо на язык ему падают горячие угли. Не вытерпел Випунин. Закричал страшным голосом. «Ты, незнающий матери, ты, собака без хозяина, уходи, пока не поздно! Говорю тебе, уходи прежде, чем взойдет солнце, Раньше, чем пропоет петух. А не то кину я тебя в медвежью берлогу, Загоню в топки и болота, потоплю в пенистом водопаде. Острыми когтями орла разорву тебя на части, Клювом ястреба растерзаю на куски. Беги, несчастный, пока не поздно, Уноси голову, пока жив!» Отвечает ему из глубины утробы старый мудрый Вени-Мёни. «Никуда я отсюда не уйду, Мне и здесь хорошо живется. Вместо хлеба я ем твою печень, Приправляю ее твоим жиром, Варю на огне твои легкие. Скоро перенесу я кузницу в самое твое сердце И буду бить там своим молотом До тех пор, пока не услышу заветных слов. Не должны исчезнуть вещи и слова, Не должны потеряться песни, Что хранишь ты в своей памяти». Что делать? Пришлось Випунину Отпереть ларец песнопенья, Выпустить на волю древние заклятия. И вот запел он песни седой старины. Он пел о том, Как зажглось на небе солнце, Как загорелись звезды, Как в первый раз проплыл по небу месяц. Слова, как птицы, слетали с его уст, Как резвые кони рвались из его груди. Никогда не слышал Вейнемюйнин Песен лучших тех, Что пел Випунин. Тайны всякого мастерства, Начало всякого знания Открыл ему могучий старец. И когда, наконец, Опустошил Випунин свой ларец, Песнопений, Сказал Вейнемюйнин Из глубины его утробы. О, Випунин, Открой пошире рот, Выпусти меня отсюда, Мне пора возвращаться В родные края. Что же, иди, Сказал ему Випунин, Ты, я вижу, хитер, Старый Вейнемюйнин. Ловко ты забрался Ко мне внутро. Хорошо, что теперь уходишь. И славный песнопевец Випунин Широко зеленой. Проворной белкой, Быстрой куницей Выскользнул на волю Старый Вейнемюйнин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok